Вон регалий написан, но я хотел сказать самое главное. Я по образованию, по первому образованию провизора, я закончил первый Московский медицинский фармацевтический факультет, а потом химический факультет Харьковского университета, поэтому у меня степени все химические. И поскольку провизор по образованию, я лекарств не пью. Поэтому очень советую вам следовать этому примеру, потому что любой препарат лекарственный, синтетический, тем более всегда требует отторжения из организма и включает защитные механизмы, которые организм только истощает. Я к чему это говорю? Мы сегодня с вами будем говорить о продукте природного происхождения. И вообще надо в практике поддержания здоровья, а чем раньше об этом подумаем, тем лучше. Придерживаются принципы. Все натуральное. Все, что создала природа, Господь Бог, как хотите называйте, все, что свойственно организму, а не привнесено извне, нами придуманным, все это полезно при грамотном подборе. Вот сегодня мы с вами рассмотрим, после небольшого вступления, очень интересный полифункциональный коктейль, который называется Sea Milk. Я должен вам сказать, что я разрабатываю продукты подобного рода сам, правда, не такой, не из этой, не из этих композиций, но для российских компаний. И имея опыт в этом плане, я должен сказать, что этот продукт меня приводит, вообще, я это говорю, в восторг, хотя бы потому, уже хотя бы потому, что здесь используется минеральный комплекс абсолютно естественного происхождения, из водорослей. Подавляющее большинство минералов, подавляющим большинстве продуктов, именуемых биологически активные добавки к пище, не пугайтесь этого слова, но я думаю, что вы как раз сторонники всех этих подходов. Основные минеральные продукты, кальциевые, магниевые и так далее, они получены, хотя они близки к натуральному, они часто получаются искусственным путем, синтетическим путем. Я много лет ездил на выставку в Лос-Анджелесе, где такие продукты демонстрируются, и там прямо их отдельно продают в виде отдельных препаратов. Так вот, что достоинством вот этого продукта является то, что кальций-магниевый комплекс плюс микроэлементы, о которых мы с вами будем говорить, натуральные из водорослей, созданные и в нужном соотношении с самой природой. Вот это принципиально важно, и отсюда очень интересные стороны действия такого продукта. Это такое маленькое вступление. Но все продукты такого рода всегда сложные, многокомпонентные. И этот продукт многокомпонентный, поэтому вам придется прячься немножко. Здесь биохимия есть, я постараюсь популярно все излагать, независимо от вашей предварительной подготовки, потому что далеко не все, наверное, биологи, медики и так далее. Выступление рассчитано на широкую публику, и хотя здесь у нас схемы есть совершенно, так сказать, натуральные, естественные, с некоторыми названиями, но я буду комментировать это в устной части, так, чтобы вам было все понятно. Так вот, все продукты, которые организм потребляет, все сложные. Эта медицина придумала отдельные препараты, индивидуальные препараты, у которых всегда имеются побочные действия, и которые всегда вызывают напряжение защитных сил организма. В природе все системы сбалансированы. Вот мы с таким сбалансированным продуктом с вами сегодня познакомимся. Я хочу с самого начала сказать, что руководство компании, по-видимому, грамотно подошло к этому. Я хочу назвать Сергея Андреева и Наталью Новикову, которые проводят очень серьезную работу по выбору, потому что линейка продуктов такого рода, которые называются биологически активными добавками, гигантская, не просто большая, а просто гигантская, поверьте моему опыту, и выбрать из этой огромной серии, буквально тысяч продуктов, тот, который необходим, это большая работа. Я думаю, что их надо сразу поблагодарить вот за такой вот грамотный подход. Как будто бы, по-моему, 4 октября у вас тоже будет какой-то вебинар, и вы там дополнительно с какой-то информацией познакомитесь. Но я должен вот это вот от себя, как человека, имеющего к этому отношения и активно принимающего, кстати говоря, природные соединения, вот это сказать. Важно. Единственное последнее замечание из такой общей части. Чем раньше мы начинаем принимать такие продукты, тем здоровее мы будем. Поэтому тогда, когда говорят, что вот моя соседка 80 лет, вот у нее там такие-то проблемы, 80 лет, знаете, это уже почти биологический предел жизни, будем так говорить. А нужно думать о здоровье тогда, пока оно есть. Надо его сохранять. Вот этот продукт, кстати, предназначен именно для этой цели. И сохранение здоровья, и, кстати говоря, омоложение, и не только внутреннее, вот по состоянию системы организма, но даже внешнему, потому что мы скажем, что компоненты, которые входят в этот продукт, улучшают состояние кожи, ногтей, волос, чуть ли не волос становится темнее, и появляется даже дополнительный, вот, например, как мне бы не мешало дополнительные волосы иметь. То есть, видите, разные стороны действия. Но это нужно начинать делать тогда, когда все у нас еще от природы есть, а не исчезло. Вот давайте мы с этого начнем. И начнем первый вопрос, который я хотел вам представить. Это слагаемый здоровый образ жизни. Вот посмотрите, эта схема, которая была предложена на всех докладах не мной, а директором Института питания, академиком Татерианом, наверное, знакомым вам имя. Вот этот зеленый, зеленоватый кусок соответствует вкладу в здоровье питания. Он самый большой, потому что мы только через питание получаем все вещества, необходимые для создания организма, созревания, роста и так далее. Других поступлений нет. Фармацевтические препараты не для этой цели предназначены. И вон синий такой фрагмент, синий кусок – это физическая нагрузка. Мы два слова тоже скажем относительно этого продукта, применение его в спорте вы сейчас услышите. Поэтому обратите внимание на огромный вклад регулярных физических упражнений адекватных возможностей организма. Это тоже защита и оздоровление. У меня не тема этой лекции сегодня, но когда-нибудь мы встретимся, мы можем на эту тему серьезно поговорить. Тем более, что я сам представляю некий пример в этом отношении. Занимаюсь спортом всю жизнь, мне уже много лет, вы видите по моей внешности. Но это не мешает быть спортивным. И надо сказать, что всего 4 года тому назад я участвовал в восхождении на пик Чигет на Кавказе. Это 4 тысячи метров, правда, это не Эльбрус, но все равно это было, так сказать, восхождение. Понимаете, да? Это не потому, что я такой хороший, а потому что вот такие продукты я принимаю постоянно, регулярно, и уже много лет, как минимум 20, между прочим. Значит, первый вопрос – это закон науки о питании. Что нужно? Вот то, что написано на слайде. Химический сотов рациона должен удовлетворять всем физиологическим потребностям организма. Это кажется банальным, но подавляющее большинство эти, в принципе, не выполняются. Надо сказать, что то, что касается базовых продуктов питания, жиры, белки, углеводы, ну, наконец-то, у нас теперь все это нормализовалось. Я говорю, наконец-то, потому что мне лекция приходила, вы считаете, в 90-е годы, когда была масса проблем, вы все это переживали, и был дефицит белка, и были роды до корма солдат, даже молодых ребят, которые призывались в армию, но не имели достаточной массы тела. Вот такое было. Сейчас, как будто бы, эта проблема не стоит, но есть другая проблема, которая называется дефицит микронутриентов. Что это такое? Это пищевые вещества, мы их назовем потом, потребность которых 1-2 грамма. Кажется, мелочь, по сравнению, допустим, с полукилограммами углеводов. Но вот без этих микронутриентов нормального здоровья не будет. Вот ниже идет фраза, которая была процитирована на заседании Государственной Думы Российской Федерации, я участвовал в этом заседании, по проблемам питания, и там были приведены цифры, я вам их приведу сейчас. Вот посмотрите, несбалансированный рацион питания, обедненный минералами, витаминами и другими продуктами, приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза, подагры, ожирения. У 55% взрослых людей старше 30 лет, в России уже избыточная масса тела. Это связано с неправильным питанием, не только с избыточным потреблением продуктов, но с недостатком вот таких вот микронутриентов, которых я вам только что сказал. Вот цифры. Это, видите, рекомендации парламента и службы Государственной Думы 2013 года. Они не устарели. Дефицит витамина С. 80% населения у нас. Хотя о витамине С знает любая старушка, продающая там петрушку и укроп на углу. Далее. Фолиевой кислоты, витамин В9, который участвует в правитворении, прежде всего, который абсолютно необходим беременным женщинам, абсолютно необходим, у 70-80% население дефицит. По минеральным веществам. Кальция у 60%. Почему выделен кальций здесь? Потому что мы о нем будем говорить сегодня. Йода у 70% население дефицит, а по некоторым данным у 90% население дефицит йода. Железо с дефицитом 60%. Вселенная у 95% дефицит. А вот по цинку, есть данные по Санкт-Петербургу, очень свежий МЧС, 10,5 тысяч человек было обследование. У всех 100% дефицит цинка. Вот представьте себе ситуацию. А уже если бы у нас была лекция большая, мы подробно поговорили о значимости этих микроэлементов. Ну, например, йод, вы сами знаете, йод работает как параметр, необходимый для щитовидной железы. Йод обязательно в сочетании с другими компонентами. Точно даже как кальций в сочетании, только в сочетании с другими компонентами. Вот по кальцию мы с вами как раз будем говорить, у нас продукт в значительной степени посвящен. А селен, например, дефицит селена приводит к росту числа раковых заболеваний, между прочим. Ну, 95% дефицит селена. А дефицит цинка, вот о котором я говорил по Санкт-Петербургу, это несколько сотен ферментов, это долго называть. Но я вижу здесь значительное количество представителей мужского пола, поэтому я отмечу то, что часто волнует мужчин. Дефицит цинка – это дефицит тестостерона. Тестостерона – это не только снижение потенции, к чему обычно принято, о чем принято говорить. Однопараллельно идет ухудшение работы сердечной мышцы. Как только начинает снижаться у мужчин тестостерон, все, проблемы с сердцем начинаются. Это очень серьезно. Я только вскользь об этом говорю, но прошу вас вот это запомнить. Вот такая серьезнейшая ситуация в стране. Отмечается государственными организациями. Вот отсюда дефициты такого рода являются причинами заболеваемости и остеопорозом, и сердечно-сосудистыми болезнями, и онкологическими. Остеопороз, к которому некоторые относятся не очень, так сказать, серьезно. Ну, кость, ну, поменяем кость. Нет. Смертность от последствий остеопороза превышает смертность от рака. Мы просто не видим этого. Это в больнице все происходит. А это надо обязательно знать. О минералах медицины стало говорить совсем недавно. Поверьте мне, я уже более 50 лет преподаю в высшей школе, почти 30 лет в Петербурге в медицинском институте, раньше в университете, и всю эту ситуацию знаю. О витаминах медицина говорила давно, а вот о минералах только в последнее время. А вот посмотрите, вон на слайде показаны роль минералов и витаминов. Не обращайте внимания на сложное название, я попробую их популярно сказать. Магний, кальций, железо, цинк, медь и так далее. Толиоселин участвуют в образовании важнейших биологически важных веществ для организма. Вот представьте себе, они управляют синтезом и выведением холестерина. Они образуют активные формы витамина А, витамина Д, который необходим для костной системы. Они регулируют гормональный обмен, минералы, наряду с витаминами, естественно. И многое другое. Смотрим дальше. Посмотрите, минералы, иммунитет. У нас ведь в стране тотальный иммунодефицит. Отсюда колоссальная заболеваемость. Не только простудными заболеваниями, а многими другими, поскольку сейчас доказано, что многие заболевания, которые раньше рассматривались как заболевания обмена веществ, на самом деле имеют инфекционное начало. Кстати, это и проблема онкологическая. Низкий иммунитет, высокая онкология. Так вот, минералы играют исключительно важную роль. Вон они все перечислены. И, кстати, все они входят в состав продукта, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Я хочу обратить на это внимание. Поддержание иммунитета нормального – это основа здоровья, основа независимости организма от внешних условий. А факторов, которые подавляют иммунитет, более чем достаточно. Это загрязненная среда, это не только свалки, это любой большой город, это постоянные стрессы, в условиях которых мы живем все и будем жить, никуда мы от стрессов не денемся. Это неправильное питание. И вот посмотрите, какое заключение сделала комиссия по питанию государства и дома, где мне пришло сейчас. Современные продукты питания обеспечивают потребность организма в микронутриентах, вот во всех этих компонентах, не более чем на 5-6%. То есть у нас у всех 95-процентный дефицит. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но я рассчитываю, что у присутствующих, по крайней мере, в меньшей степени, поскольку мы приобщены к такой продукции. Но надо сказать, что Россия отличается от других стран тем, что здесь такое, знаете, не только легковесное, оно даже пренебрежит на отношение к биологически активным добавкам. Поговорить с врачами. А это очень просто объясняется. Мединституты этому не учат. Поверьте мне, я работаю в мединституте. В мединституте этому не учат. Откуда же врач будет знать, а тем более человек, не имеющий отношение к медицине. Так что это вот такое вступление. Оно не очень оптимистическое, но лучше знать все проблемы, чем не знать. Очень кратко, правда, было сказано. Можно на эту тему значительно больше сказать. И неприятных слов, и приятных, естественно, если все соблюдать. Но я хочу представить вам новый продукт, который вот компания, которой мы только что уже с вами несколько приятных слов сказали, внедряет в Россию в практику использования. Я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание и обратили внимание еще на одно, на уникальность, я буду подчеркивать, уникальные особенности вот этого продукта. Я говорю это даже с некоторой завистью, честно говоря, что это кто-то разработал, а не я. Но что есть, то есть. Вот перед вами состав. Обратите внимание, происхождение всех компонентов от хороших производителей. Я думаю, что не нужно доказывать, что важно, чтобы производитель был хороший, авторитетный, честный, честный, что очень важно. Это существенно отвечает за качество продукта. Ну, а вот по сути, посмотрите, в 100 граммах продукта содержится кальция 7 грамм, магния полграмма. Ну и дальше читаем, посмотрите, те элементы, которые я назвал. Калий, серебро, бор, цинк, йод, витамин К2, который имеет прямое отношение к кальциевому обмену. И вот надо сказать, что здесь учтены самые современные представления об этом витамине, потому что врачи наши считают витамин К2 – это только фактор свертывания крови. И всё время говорят, ради бога, будьте осторожны, как осторожнее с передозировкой, иначе у вас будут тромбы, но очень страстей нагнетают массу. А вот вы услышите, что сейчас у витамина К, так же, как у витамина Д, открыты совершенно новые свойства, крайне важные. И вот эта вот боязнь использовать в разумных дозах, естественно, витамин К, к сожалению, приводит ко многим последствиям, о которых мы сегодня с вами поговорим. Этот продукт позволяет вот это обойти, вот этот момент серьёзный обойти. Значит, что же такое Сиамилк? Вот написано перед вами слайд, сухая смесь для приготовления коктейля, композиция высокоэффективных натуральных компонентов, которые обладают комплексом защитных, ну и восстановительных свойств. Использован принцип синергизма. Синергизм – это усиление действия, то есть, переводя на популярный язык, 2 плюс 2 – не 4, а 6. Вот это называют синергизм. Это не придумано, это серьёзная вещь. И вот здесь вот использован такой принцип синергизма, то есть, увеличение действия друг друга. Поэтому даже небольшие дозы отдельных компонентов, некоторым может показаться, что дозы небольшие, всё эффективны, поскольку они поддерживаются действием соседей. Это очень важный принцип. Очень важный. Почему? Потому что, вот если вы поговорите с врачами, костная система, костная система – это кальций. Нет, костная система – это живая ткань, которая растёт, размножаются клетки, восстанавливаются клетки. Поэтому, кроме кальция, для работы костной ткани и восстановления и сохранения костной ткани, необходимо ещё не менее 10 других компонентов, большая часть которых входит в состав продукта. Ещё один пример такой, просто чтобы иметь в виду, железодефицитная анемия. У женщин часто бывает беременности, при беременности. Ну, кажется, совершенно понятно, железодефицит, не хватает железа. На самом деле, не хватает не только железа, а не хватает комплекса. Не хватает железа, не хватает меди, не хватает цинка, не хватает витаминов. И одним железом эта проблема не решается. Вот это серьёзно. Если это просто человек, не беременная женщина, уж как-то можно чуть дольше тянуть. А беременная ни в коем случае. Она не одна. И каждый день просрочки сниженного содержания гемоглобина тоже сказывается на здоровье будущего ребёнка, на физической стороне его жизни, на интеллекте, что очень-очень важно. То же самое относится к йоду. Ни один йод нужен для щитовидной железы. Ни один йод. Это ошибка. Йод, селен, тот же цинк, железо. Вот это как раз и есть действие компонентов, которые усиливают друг друга. Это теоретическая сторона, биохимия. Это всё реализовано в этом продукте. Вот что очень ценно. Вот почему я о нём с таким, в общем, восхищением буду говорить. Более того, даже форма кальция здесь совершенно необычная, нестандартная. И я фактически на российском рынке впервые вижу вот такую форму кальция. Хотя химическое название хорошо известно, я потом скажу. Вот поэтому хоктейль, этот Сиамил, применяется для оздоровления опорно-двигательного аппарата, то есть и костной системы, и связочного, и мышц, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, поддержание нормального состояния зубов, укрепление ногтей, волос и омоложения. То есть разноплановое влияние, и не этому не надо удивляться, именно сложен многокомпонентный состав и приводит вот к таким благоприятным действиям. Все продукты, компоненты, проведены по запатентованным технологиям, которые соответствуют международным стандартам, это принципиально важно, это ИСО и другие. Далее, натуральный состав, полностью натуральный состав, никаких полусинтетических продуктов или аналогов синтетических нет здесь. Отсутствие противопоказаний и побочных действий, поскольку продукты прошли клиническую апробацию, я уже говорил, что синергистическое действие, отсутствие лактозы, что очень важно для тех лиц, кто чувствует к лактозе, так называемый лактазный дефицит, он у многих взрослых имеет место. И, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, что обширная клиническая база в Европе по изучению действия этого продукта и доказательству его безопасности, а самое главное и эффективности. Какие же функции выполняет? Сначала мы с вами только перечислим, для того, чтобы мы с вами обратили внимание, а потом рассмотрим подробнее каждый из этих аспектов действия. Укрепление костей и суставов, прежде всего, не только костной ткани, но и суставов с хрящевой поверхности, которые очень легко истираются у нас, у людей, поскольку мы с вами двуногие существа, а не четырех лап, и это имеет значение. Вес тела давит на две точки опоры, а не на четыре. Поэтому просто даже от нашего хождения по земле истираются суставы, а тем более при избыточной массе тела, в том числе и мышечной, это относится к спортсменам и качкам, кстати говоря, у которых постоянно из-за игры мышц, которые они всегда демонстрируют, истирает суставы, то есть поверхность коленных суставов. Так что это все обычное явление. Далее. Причем как крупные, так и мелкие суставы поддаются действию этого продукта. Это очень важно. Вы понимаете. Далее. Снимается и ослабляется и снимается воспаление, которое всегда сопровождает, допустим, артрозы. Артрит всегда сопровождает артроз. Возвращается суставом утраченная функциональная подвижность и снимается скованность. Далее. И вот что парадоксально, на первый взгляд, нормализация работы сердца и сосудов. Казалось бы, специальные средства нужны. Ничего подобного. Нужны, конечно. Но здесь ряд компонентов, вот мы о них с вами обязательно сегодня поговорим, потому что это такое немножко необычное действие этой композиции. Это, прежде всего, нормальная поставка кальция в нужное место. Эту проблему всегда поднимают. Говорят, вот вы принимаете препараты кальция, а он начинает откладываться в стенках сосудов. И не только в кости, а может быть, не столько в кости. Отсюда кальцинизация стенок сосудов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот этот продукт, вот этот процесс предотвращает. Вот это принципиально важно. И вот надо, ну, мне так кажется, учиться у тех, кто вот это вот все придумал. Потому что кальциевых продуктов на российском рынке огромное количество. Зайдите в любую аптеку, а вот когда вы потребляете кальций, куда он идет? В костную систему или куда-то в другое место, а другое место самое опасное это сосудистая стенка, это принципиально важно. Далее. Регуляция действия эндокринной системы. Посмотрите. Снижение риска развития сахарного диабета. Вы знаете, что это трагедия вообще человечества? Сахарный диабет буквально шагает по планете. Имеется в виду, прежде всего, сахарный диабет второго типа. Но, к несчастью, сейчас сахарный диабет первого типа наблюдается у новорожденного ребенка. У молодых людей вы что, шутите, что это такое? Я не хочу никого пугать, но люди с сахарным диабетом первого типа долго не живут. Вот проблема-то в чем. Вот трагедия в чем. Второго типа инсулин независимый. Тут чуть ли не возрастным считается. А с этим, кстати, связана еще одна проблема. Так называемый метаболический синдром. Это заболевание сердца уже на почве сахарного диабета, которое приводит к смертности 20 раз выше, чем обычная ишемическая болезнь сердца. Вот представьте себе вот действие этого продукта даже при сахарном диабете. Конечно, профилактически прежде всего. Второго типа, когда инсулин есть, но его действие недостаточно проявляется. Парадокс следующий оздоровление желудочно-кишечного тракта. Вот об этом мы с вами поговорим, потому что здесь сказывается особая структура минерально-кальцио-магниевого комплекса, который введен в продукт. Ну, сохранение красоты и молодости это приятная проблема для всех. Оздоровление кожи, ногтей, волос и так далее. А самое главное здоровье, потому что красоты не бывает без нормального здоровья. Все вот эти вот косметические мероприятия, к которым прибегают женщины, это от безысходности. Надо сначала иметь хорошее здоровье, чтобы быть красивой. И об этом надо думать тогда, пока вы молодый и красивый. Вот этот продукт способствует сохранению молодости, красоты через здоровье. Антивозрастной эффект, ну, все, что мы только что с вами сказали, это антиэйдж, так называемый. Это эффекты против старения. Ну, назовите мне человека, который хочет стареть. Никто не хочет стареть, я это хорошо чувствую. Я думаю, что этот продукт еще один эффект дает, безусловно. Говорят, старею, медленно глупеть. Потому что считают, что с возрастом ослабляется память, когнитивная способность, это тоже тяжелая трагиция, кстати говоря. Так вот, компоненты этого продукта и в этом направлении тоже благоприятно действуют. Вот так. Посмотрите, краткий состав, детали я вам уже сказал, содержатся витамины, олигопептиды, я потом расшифрую, что это такое, это тоже инновационная технология, это вот биоактивный кальций в особых формах и так далее. Вот отсюда те эффекты продукта, о которых мы с вами будем говорить. Вот перед вами более детальный состав, можете его прочитать. Практически основные минеральные компоненты, которые необходимы и для костной системы, и для регуляции всех видов обмена веществ. Смотрите, кальций, магний, фосфор, сера, вот здесь необычное количество серы, я потом отдельно скажу об этом, бор, кобальт, медь, цинк, селен, молибден, йод, марганец, никель, стронций. Насчет стронция у кого-то, конечно, сразу вопрос, а как же так? Стронций токсичный элемент. Мы говорим, во-первых, о нормальном, нерадиоактивном стронции, а во-вторых, в настоящее время четко показано, что стронцам необходимых дозах необходим для костной ткани. Необходим для костной ткани. Ну, а превышение доз, ну, сами понимаете, и воды,